А мы переходим в прямой эфир. Ольга, шоу для вас. У нас всего лишь полчаса с сегодняшней передачей. У нас в гостях прекрасные люди, театральные, актерские, такие, актерские, одаренные, да, или одаренные актеры, скажем так, правильно, на русском языке, правильнее будет. Талантливые актеры. Талантливые актеры, пытающиеся возродить, да, вот, возродить театр здесь, в Америке. Что я знаю, нелегко дается, все-таки надо и по-английски говорить, и по-русски надо говорить, и получается все как-то смешанно. И, естественно, здесь не так легко и не так дешево снимать помещение. Опять же, надо где-то репетировать, как-то собираться, давать публике знать. Я знаю, что у вас 30 ноября будет как раз читка 8 часов вечера, да, в 7 русском центре. Мы перейдем к этому, давайте примем телефонный звонок, я узнаю, кто звонит. Вы можете слушать, взяв наушники, вот здесь вот, да, и можете услышать. Хэлло, вы в прямом эфире, Ольга Шоу. Добрый день, это вас слава толстую беспокоит. Да, здравствуйте, как у вас дела? Хорошо, как у вас дела? Хорошо, мы тут очень развлекаемся, у нас хороший концерт и интервью проходят. У меня не всегда хватает времени пойти в театр, поэтому я самый счастливый человек. Актёры приходят ко мне, режиссёры ко мне приходят, вот, видите, как везёт. Кто бы мог подумать. Здорово. Да, театр прямо у нас в гостях. Знаю, что вы тоже с творчеством связаны, не правда ли? Ну, в общем, конечно, я музыкант, у меня есть моя группа International String Trio, с которой будем играть концерты у вас в Сан-Франциско в эту среду, в Yoshi's Jazz Club. В общем, хотел вот по этому поводу позвонить, рассказать вашим слушателям коротко об этом, может быть, какую-то музыку нашу сыграть. Да, обязательно, значит, Yoshi's Jazz Club, я там была несколько раз, я поздравляю, туда не всех ещё и возьмут выступить, прямо скажем. Поэтому я знаю, что вы вторая группа, которая там выступает, тогда была полностью из русских участников, а вы International String Trio, вы там только один русский, я так понимаю. Да, и мы как раз, в общем, как бы специализируемся в том, что мы играем музыку с разных уголков земного шара, в том числе, естественно, и русскую, и еврейскую музыку, но и также традиционную американскую музыку, и джаз, и American Folk, и какие-то ещё определённые европейские, и латиноамериканские стили. Конечно, не всё подряд, но какие-то, которые нам как-то особенно близки. Какую-то ирландскую музыку немного мы играем, а Gypsy Jazz — это французская музыка, такой цыганский джаз, танго и так далее. Так что, в общем, большинство стилей, которые мы играем, особенно близки и знакомы русскоязычному слушателю. Вот, так что это особая особенность такая нашей группы. Замечательно. А что вот вы бы хотели нашей публике предложить сегодня проиграть? Ну, мы играть. У нас есть, опять же, много разных каких-то композиций, но так как это, я так понимаю, русскоязычная программа, у нас есть одна песня, которая, наверное, было бы имело смысл сыграть. Это известная русская мелодия «Дорога длинная», которой мы сделали такую уникальную аранжировку, добавили такого ощущения цыганского джаза. И вот если у вас есть она на нашем диске, эта песня, то было бы здорово, чтобы вы ее сыграли. Она бы дала слушателям вашему хорошее представление о том, как будет звучать наш концерт. И еще раз мы бы хотели всех пригласить на наш концерт в эту среду, в 8 часов Yoshis Jazz Club в Сан-Франциско. А вот эта «Дорога длинная», она будет «Movie Night» или же она все-таки будет «Apalacio»? У вас две CD мы смогли найти «Apalacio», там очень много песен, 12, совершенно разных, много «Jerusalem of Gold», «Shalom», «Isn't the lovely», «Sweet Georgia Brown», в общем, там несколько таких вот композиций вы проигрываете. А также есть «Movie Night». Где будет вот эта мелодия? «Дорога длинная» — это называется английская версия этой песни, называется, и она известна здесь в Америке, как «Those were the days». В 60-х годах известная какая-то американская группа, поп-группа, сделала такую cover-версию, и для большинства американцев они думают, что эта песня вот тогда и стала знаменитой благодаря этому. Но, естественно, русскоязычные слушатели знают, что это русский романс, который возник, русский такой цыганский романс, возник в начале 20-го века. Но на этом диске она будет находиться на диске «Apalacio», не на «Movie Night», и она будет называться «Those were the days». А скажите, пожалуйста, откуда вы приехали из России или каких-то республик Советского Совета? — Я приехал из Санкт-Петербурга. Меня зовут Слава Толстой, если я еще не успел представиться. И я уже в Санкт-Петербурге занимался джазовой гитарой серьезно, я гитарист. И я сюда приехал учиться в колледж музыки Беркли в Бостоне. И с тех пор как-то, ну, завязались какие-то отношения, работа, и я с тех пор остался. Я, в общем, занимаюсь исключительно музыкальной концертной деятельностью. И в колледже я также встретил своих коллег по этому Трилу, скрипача, наш скрипач из Англии, и большинство он американец. — Замечательно. Что ж, я приглашаю от вашего имени и с помощью вас всех наших слушателей и зрителей, кто может увидеть нас на Ustream.tv и на YouTube. 27 ноября 2013 года в Йошис, джаз-центре, который находится в Сан-Франциско, будет выступать International String Trio. И Слава Толстой, один и только один русский, который в этом трио, с удовольствием дадут нам замечательный концерт. Восемь часов вечера поздравят нас всех наступающей Ханукой и с Днем Благодарения. И вообще просто отдохнуть от тяжелой работы, и развеселиться, и успокоиться, и творчески вдохновиться. Не правда ли? Я правильно выразила? — Да. — Я думаю, что это абсолютно правильное настроение. Мы, конечно, постараемся создать праздничное настроение. У нас будет еще пара... Мы вообще приезжаем из разных точек Америки. Мы сейчас живем. Я живу в Бостоне. Наш классик живет в Нью-Йорке и в Крипачи, в Лос-Анджелес. Мы собираемся вот в Сан-Франциско, чтобы сыграли этот концерт. И еще у нас будут наши друзья из собственной Сан-Франциско, из такой группы Хаб-Клапа в Сан-Франциско. Они играют исключительно цыганский джаз, такая зажигательная музыка 40-х годов. В Париже она возникла, и мы будем еще праздновать вот эту музыку тоже на этом концерте. Так же, как играть наш традиционный репертуар. Еврейскую музыку, русскую, ирландскую, танго и так далее. Замечательно. Да, мы уже проигрывали сегодня в вашем исполнении Шиндлер-Лист мелодию. Так что у нас даже борт-оператор почти что расплакался, прямо скажем. Для него было впервые, он услышал как бы в вашем исполнении эту мелодию. Так что, вот. Хорошо? Спасибо большое. Для нас тоже эта музыка очень много значит. И именно в Шиндлер-Лист мы тоже сделали такое видео, которое мы как-то много в него вложили. Такая особая песня для многих людей. Так что для нас это очень приятно, когда люди как-то реагируют, так тепло на нее. Но у нас будет, опять же, очень такая разнообразная программа. Так что приходите вместе и поплачем, и посмеемся 27 ноября в Европе в Сан-Франциско. Хорошо. Those were the days в исполнении International String Trio, которых вы можете с большим удовольствием встретить 27 ноября в 8 часов вечера в Юшес Джаз Центре в Сан-Франциско. Итак, спасибо Славе. До свидания. Спасибо, Ольга, большое. Всего вам доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой брата сетит мне фотографии из его рэпы и он попробовал это Это так круто Мама тоже Я тоже Венитическое Венитическое Это сфотография Один минут Волга, что это в кофе? Да, да Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok